Но вот сколько будет этих самых расстрелов по этой новой статье, будет ли это явление носить массовый характер и можно ли как-то защититься в условиях правового дефолта, кто может спасти белоруса, который сражается за свободу, за независимость, за перемены в стране от смертной казни. Давайте начнем с того, какие основные причины принятия вот этих действительно страшных поправок и насколько они страшны на самом деле. Ну вот отвечая на вопрос, Катерина, сколько людей будет расстреляно по этих статьях, я бы хотел сразу сказать, что ни одного. Очевидно, что это не изменения, которые приняты для устрашения. Собственно говоря, если хоть один человек будет приговорен на основании этого, с позволения сказать, закона, что этот документ законом не является, ибо нарушает все возможные устои просто и нормотворческой техники, и логики, и уголовного права, основ и так далее. То есть, ну, с таким же успехом просто по указанию Лукашенко можно человека на улице убивать и не утруждать себя бумагоморательством. Поэтому любое убийство любого белоруса на основании якобы этих норм уголовного кодекса, я предлагаю не рассматривать в качестве приведения в исполнение некого законного приговора суда, а просто рассматривать как убийство, которое прикрывается какой-то формальной формой обличения в законодательный акт. Поэтому я все же считаю, что не опустится даже режим до такого, поскольку, ну, убежден, что как бы это ни звучало на сегодняшний день, возможно, в очередной раз уже приведение такого приговора в исполнение, вынесение такого приговора, ну, это будет еще один гвоздь в крышку гроба Лукашенко, у него уже нет абсолютно никаких возможностей практически для нормализации отношений с Западом, не то что нормализации, а просто попытки выторговать себе там свободу или жизнь. У него в краткосрочной перспективе очень плохие перспективы нахождения у власти, продолжение удерживания в заложниках всех белорусов, поэтому этот закон принимается только для того, чтобы подавить протестные настроения, для того, чтобы подавить сопротивление белорусского антивоенного движения, деятельности партизан, но никак не для того, чтобы действительно действовать по букве закона, реагируя на объективно существующие там вызовы, угрозы, статистические данные, свидетельствующие о том, что в Беларуси есть проблемы с терроризмом. Но я полагаю, что люди, которые сегодня идут на то, чтобы своей кровью, просто своими жизнями, здоровьем становиться на защиту Родины, интересов Беларуси, им, в принципе, все равно, что там Лукашенко написал в очередном своем псевдозаконе. К нам присоединяется еще и правозащитник Олег Гулак. Вам тоже, во-первых, добрый день, Олег. Добрый день. Да, добрый день всем. Ну вот Артем уже рассказал свое видение, зачем вообще были приняты эти поправки в Уголовный кодекс. А как вы видите, зачем нужны эти расстрельные поправки, для чего? Ну, зачем, тут как бы даже гадать не надо, они сами об этом говорили, частично как бы из депутатских комментариев, это было понятно потом, как это подавали официальные СМИ. И это именно вот такая санкция за активность, протестная активность в виде действий на железной дороге, которые относятся к перемещению войск. Вот, речь идет об этом. Речь идет, конечно, о таких нескрываемых политических аспектах, политических целях. И это само по себе только усугубляет ужасность этой меры, как смертная казнь. Артем, хотелось бы к вам обратиться. Вы довольно уверенно сказали, что этот закон не будет применяться, то есть, ну, точнее, смертная казнь при уголовных статьях, да, не будет применена ни разу. Но все-таки хочется обратиться к делу Автуховича, да, который как раз вот сразу после принятия этих поправок начался суд. И как-то это вызывает, на самом деле, сомнения, да, что это не специально было сделано, не специально ждали вот этого процесса для того, чтобы принять расстрельную статью, да, и потом раз, осудить Автуховича. Тем более, что процесс явно затянется, то есть 20 мая, по-моему, нет, никакого там числа набирают силу эти поправки, значит, успеет явно они набрать силу. Но хотелось бы все-таки вот ваш оптимистический взгляд, да, на эту статью услышать и по отношению к процессу с Автуховичем, у которого 12 уголовных статей сейчас. Ну, понятно, что все это надумано и так далее, но тем не менее, даже в этом случае, вы считаете, не будет приговора расстрельного? Ну, смотрите, значит, я считаю, что важно проговорить в качестве оппонирования пропаганде, да, все аспекты введения этой нормы новой, да, существует рейтинг стран по уровню терроризма, да, Беларусь в нем находится в самом конце с показателем 0,0, потому что этот рейтинг ведется с 2014 года, с 2014 года у нас не было террористических актов в Республике Беларусь зафиксировано, чтобы не говорило, чтобы не инкриминировала официальная власть, режим Лукашенко людям, особенно после событий 2020 года. Что они инкриминируют в качестве акта терроризма? Это прокол шина милицейскому автомобилю, да, то есть, как бы, никакого адекватного объяснения с точки зрения правовой квалификации деяний дать невозможно. Далее, значит, расстрельные приговоры выносятся даже в Беларуси в исключительных случаях и только при наступлении реальной гибели людей. То есть, это было по единственному теракту, значит, в Минском метрополитене, и дальше это убийство с отягчающими обстоятельствами, либо массовое убийство. Поэтому с точки зрения здравого смысла, логики, статистических сведений, не должно существовать, во-первых, этой нормы, поскольку ответственность вводится за покушение на акт терроризма в отношении представителей иностранного государства, акт международного терроризма – это терроризм в отношении представительств посольств, иностранных каких-то делегаций, компаний и так далее, Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля. Здесь, наверное, можно рассматривать вот эти проколы шин милицейских автомобилей. И простой акт терроризма. Дальше, если углубляться в квалификацию, акт терроризма обладает определенными признаками, характеристиками, направленностью, что преследовали люди, что они желали совершить и так далее. Но в любом случае, во всех этих случаях должны наступить общественно опасные последствия в виде гибели людей. По делу Автуховича такие последствия не наступили. Это первое препятствие для того, чтобы выносить даже за покушение по этой новой статье. Второе объективное препятствие – это то, что существует правило о том, что закон не имеет обратной силы. Закон, который ухудшает положение подозреваемого, обменяемого или осужденного. Поэтому по всем законам права, которое еще может действовать в Республике Беларусь, эти положения не отменялись. Уголовного кодекса они четко записаны. Я не представляю, как могли бы органы следствия, так называемого или суда, трактовать иначе эти положения. Но этот закон, который вступает в силу 29 мая, он не может распространяться на те деяния, которые были совершены до его вступления в силу. Поэтому на сегодняшний день и те партизаны, которые были жестоко задержаны ГУБОПИКом, и те, кто проходит по делу Автуховича, и Латушка Стихановская, они не должны подпадать под действие этого закона. Другое дело, что ряд лиц, естественно, продолжают свою деятельность. Завтра за одно неосторожное высказывание им будет снова инкриминирован очередной эпизод, и тогда уже в полной мере можно будет применять эту статью. Поэтому я четко проговариваю, что у режима нет никаких оснований для применения этой статьи на сегодняшний день в отношении тех лиц, которым уже вменяется покушение на совершение какого-либо террористического акта. И все, что они будут говорить противоположное, абсолютно незаконно, в том числе по законам Лукашенко, провозглашаемым им в Республике Беларусь на данный момент. Олег, хотелось бы услышать и ваше мнение, насколько вы согласны с позицией Артема. Ну и я вот от себя еще добавлю, что, во-первых, формулировка-то звучит, что покушение на акт терроризма, и не обязательно, что речь там будет идти о каких-то жертвах и последствиях, а плюс еще назвать покушением на акт терроризма можно, например, покушение на жизнь нелегитимного президента. Мы знаем, что есть задержанные, которые по-прежнему находятся под стражей, те, которые якобы готовили вот этот государственный переворот. Чем это не покушение на акт терроризма? Ну и в продолжение, Олег, хотелось бы, чтобы вы еще привели примеры. Считаете ли вы, что будет какой-то показательный суд с расстрельным приговором вот именно по этому закону? Ну, я тут, конечно же, соглашусь с Артемом с точки зрения чисто правовой и юридической квалификации. Те действия, которые были совершены, ну или совершения которых вменяется людям, которые сейчас под стражей, которые сейчас под следствием. Но эти действия были до вступления нового закона в силу этих поправок. В силу, конечно, они юридически не должны применяться, потому что действительно ухудшающий закон обратной силы не имеет. Вот. Но я надеюсь, что несмотря на то, что не до законов у нас как бы такая уже белорусская действительность, но все-таки какие-то тормоза должны срабатывать и докатиться до произвольного лишения жизни, причем открытого и демонстративного, от лишения жизни своих политических оппонентов, ну это уже так совсем беспрецедентная штука была бы. Вот. Будут ли применяться эти формы в отношении действий, которые потенциально, возможно, будут совершены и в будущем? Ну, это большой вопрос. Я бы тоже хотел, конечно, быть в такой степени оптимистом, что все-таки это только запугивание, но не для практического применения. Но исключить этого полностью нельзя. Мы сейчас в такое время живем, когда, видите, самые дурные чудеса становятся возможными. Вот. Поэтому, как повернется ситуация сказать сложно, да, не должны быть, конечно. В том числе в силу того, что сами по себе эти нововведения, они, несмотря на то, что законом оформлены, но от законности, до законности им очень далеко. Они, конечно же, противоречат смыслам и белорусского законодательства, и международных обязательств, о чем мы, в общем-то, писали в нашем заявлении. Вот. Поэтому, вот, я бы так ответил. Я не готов тут на 100% гарантировать, что такое не будет применяться. Но все-таки, что какого-то здравого смысла у людей в системе все-таки хватит для того, чтобы не переходить, ну, какие-то уже совсем крайние точки не переходить. Ну, и вот, учитывая, что мы заговорили про международное какое-то право, да, хотелось бы узнать, есть ли возможность, да, у мирового сообщества каким-то образом повлиять на отмену вот этих вот правок. И, ну, может быть, есть какие-то возможности, на ваш взгляд, у белорусов, живущих в стране, живущих за рубежом, тоже повлиять на применение этого нового введения? Давайте, наверное, Артему этот вопрос. Ну, мы прекрасно понимаем, что единственная возможность повлиять на изменение ситуации в Беларуси – это продолжение борьбы белорусского народа за свободу и демократию по всем фронтам и всеми возможными способами. Несомненно, существует огромное количество организаций, которые ведут свою деятельность по вопросам, в принципе, в целом, отмены смертной казни, недопустимости ее применения, а если и применение, и вынесение таких приговоров, то чтобы они выносились, исполнялись максимально прозрачно, с предоставлением всех возможностей, как для защиты первоначальной, так и для длительного подробного обжалования, да, а не так, как происходит в Беларуси, что успевают расстрелять до того, как какие-либо жалобы попадают в наднациональные органы, чтобы можно было еще раз подробно с привлечением общественности рассмотреть эти вопросы. Главное, наверное, что здесь может делать каждый белорус, где бы он ни находился, это говорить о том, что эти изменения Уголовного кодекса, они абсолютно незаконны, они не основаны ни на каких статистических сведениях или какой-либо объективной необходимости, эти изменения направлены, во-первых, на устрашение и запугивание белорусских граждан и потенциальную возможность устранения любых политических оппонентов, любых несогласных с деятельностью режима лиц путем убийства, прикрываемого некой формой законности. Вот это основное, что необходимо говорить. Не допускать даже мысли о том, что может быть какой-то процесс, как-то его разбирать, анализировать, разбираться в обстоятельствах совершения, в том, что вменяют, а действительно ли это можно квалифицировать как покушение на акт терроризма или нельзя это квалифицировать. Все, что делается сейчас в Беларуси и прикрывается вот этой маркой закона, ведь на подходе мы помним еще и заочное осуждение, дальше они примут секретный указ о легальности устранения за рубежом белорусов и освобождения от уголовной ответственности лиц, приведших в исполнение такие приговоры. Ну то есть мы можем обсуждать просто до бесконечности с учетом вчерашнего запрета на продажу книги Оруэлла, да, мы можем фантазировать настолько, насколько хватит у нас фантазии, но думаю, что больной фантазии режима хватит еще больше. Поэтому дабы не было даже попытки у режима воспользоваться этой статьей с помощью пропаганды, потому что именно она создает предпосылки и возможности и условия для применения этих нововведений, прощупывая, как общество воспринимает, согласилось ли оно, смирилось ли оно уже с этим. Мы обязаны на всех возможных площадках говорить о том, что не может быть никакой правовой, юридической, логической оценки, разбора этих ситуаций, попытки применения этих статей на практике и приведения в исполнение таких приговоров. Любое такое осуждение человека на основании этих норм и приведения в исполнение приговора – это будет просто убийство. Это должны понимать все, кто будет причастны к этому – судьи, прокуроры, следователи. Каждый, кто будет причастен к такому уголовному делу, он будет соучастником просто-напросто убийства человека, и ему не поможет то, что это якобы записано в Уголовном кодексе Республики Беларусь. Спасибо, Артему. Вот напоследок еще короткий вопрос Олегу. Как правозащитник, что бы вы посоветовали тем белорусам, родственникам, близких тех людей, которых задерживают, возможно, это будут еще задержания рельсовых партизан, возможно, это будут какие-то другие нарушители, так скажем, по мнению режима. Что делать близким, у кого задержали родственника, именно вот с такой формулировкой покушения на совершение акта терроризма? Ну, во-первых, конечно, в такой ситуации необходимо придавать информацию огласке. То есть важно проинформировать журналистов, правозащитников об этом, потому что все-таки международное влияние, внимание, ну, если и есть инструменты воздействия, то это посредством вот такого пути. Он не, к сожалению, ничего не гарантирует, но, по крайней мере, создает предпосылки, по крайней мере, дает надежду, да, потому что если что-то и сработает, то только поэтому. К сожалению, правовых механизмов, действующих правовых механизмов практически не осталось, и надеяться на то, что просто действия в рамках там обжалования и там судебных процедур, что они сами по себе такие действия могут решить проблему, могут привести к какому-то позитивному результату, надеяться на это очень трудно. Понятно, что это все равно нужно делать, конечно, нужно с этими процедурами все равно работать, чтобы использовать просто все возможности, но вот насчет их эффективности сейчас, конечно, большой вопрос. Вот. Ну, а, конечно, учитывая весь этот неправовой характер, конечно, такой, знаете, совет, по возможности не попадаться в руки так называемых правоохранительных органов, потому что они на сегодняшний день совсем не правоохранительные, наоборот. Правоохранительные, да, это уже давно устойчивый термин. Вот. Но когда следователи и всяческие оперативники запугивают тем, что предание власки как-то навредит, ну, пока скорее информация, кейсы свидетельствуют об обратном. Хотя, конечно, ну, мы не можем, мы не можем тут, ну, наш главный принцип не навредить, да, поэтому мы, конечно, не можем без согласия, без желания на то самих, самих там родственников, людей, которые привлекаются по таким статьям, мы, конечно, не можем без их согласия такую информацию раздавать, но вот совет был бы вот такой.